Завод – это целая жизнь. Три предприятия химической промышленности, безусловно важные для нашего района, посетили депутаты районного и городского совета депутатов. Очередное выездное совещание на этот раз прошло на предприятиях Валентафарм, Шелкова Грахим и Техноколор. Сейчас мы находимся возле фармацевтической компании ООО Валентафарм. Познакомиться с предприятием, обсудить дальнейшие вопросы сотрудничества, а также поговорить о перспективах развития. Сюда приехали члены совета депутатов. Развитие малого и среднего бизнеса – приоритетная задача, реализуемая на сегодняшний день. Руководители предприятия Валентафарм, больше известного как Витаминный завод, провели депутатам экскурсию по корпусам здания, рассказали о новых производственных площадях, которые будут введены в следующем году, и об установке нового современного оборудования. Нас это очень радует, потому что мы видим, что и частные предприятия инвестируют в развитие своего производства. То есть это создание для Щелковского района, это прежде всего сохранение и создание новых рабочих мест. Это такие, ну я бы даже назвала где-то в какой-то степени наукоемкие и высокотехнологичные производства на территории Щелковского района. Ну и современные предприятия, для которых потом можно готовить кадры. Крупнейшее предприятие Щелково Агрохим также открыло свои двери, демонстрируя состояние помещения, оборудования и работу, как в научных лабораториях, так и в складских цехах. Несмотря на кризис, предприятию удалось не только сохранить рабочие места, но и увеличить производство. В этом году объем товарной продукции вырос на 14,5%. Это для меня значит очень много, потому что живя в районе и не зная, что у нас производится и как производится, я думаю, что и депутаты, и другие, в общем-то, ответственные товарищи, они хуже представляют, куда надо развиваться. Сегодня уже российские сельхозтоваропроизводители, наверное, не вполне могут себе представить свои результаты без нашего участия. Импортозамещение сегодня – приоритет государственной политики. А для этого ведется всесторонний анализ и разработка конкурентных условий для реализации. В ходе выездного совещания было уделено внимание и более молодому предприятию «Техноколор». Компания производит лакокрасочные материалы для дерева. Я очень рад, что у нас здесь в городе и в районе имеется современная химическая промышленность, то, что идет постоянное перевооружение предприятий, используют самые современные технологии, самое лучшее оборудование, то, что все это эффективно и то, что оно делается именно здесь. Самое главное, что, вы знаете, наши щелковские предприятия работают практически по сбыту на всю Россию и, в общем-то, ближнее зарубежье, что очень радует. Ну и вот, допустим, «Техноколор» мне очень понравился на банках российский продукт. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».